привет всем с вами ваша silver butterfly серебряная бабочка сегодня я буду делать видео про абстрактные ароматы натолкнула на меня то есть что мне натолкнуло сделать это видео вот этот парфюм дантл дизайнер желание то есть сначала я делала видео первый раз когда только-только спасла последнего из магикан потом вторичного буквально недавно то что меня попросили и и все никак не могу к нему подобраться он действительно какой-то абстрактный то есть я не могу его расписать по нотам и таких ароматов довольно таки много то есть с одной стороны ты знаешь что там богатая палитра богатые цвета и если начнешь изучать фрагрантику то сразу будешь таким спецом а вот если так взять просто на вскидку и побрызгаться первый раз кроме как абстрактных идей к тебе ничего не приходит у каждого они свои как делал сигареты вот это как зажигалочка как зажигалка классная вещица она настолько приятная я когда побежала тогда в этом аромате на улицу в дождь у нас выпал снег на рождество а тогда еще начинался только дождь и так он хорошо играл вот эта пудра и роза и какая-то приятная атмосфера вчера была и вот для меня вот это вот абстрактность очень важно что-то такое неописуемое вот для меня такие ароматы неописуемые то есть я не могу вычленить одну ноту конкретно поэтому кое-какие ароматы у меня могли бы попасть в абстрактные например кстати даже вот еще один момент аромат из корицы я буквально делала недавно и мои же собственные подписчики обратили внимание что я многое своей коллекции упустила например фенемини дубуа очень коричная но там не только одна корица поэтому я как бы подумала что это не конкретно коричная хотя должна была сделать также я совсем забыла чудит либо тоже здесь есть корица а я ее как бы не чувствую отдельно а чувствую действительно вот как один абстрактный аромат вот его как бы не опишешь просто красивый аромат на вечер вот это для меня важно чтобы я чтобы ноты не выпирали а просто были как бы абстрактной картинкой а ты сама уже сам себе вернее придумываешь каждый свою картинку так я брызнул аромат какого-то красного вина вот сейчас вот у меня такая абстрактность да но это не просто красными но это что-то сверху то есть около этого красного вина крутятся люди и каждый нанес какой-то парфюм и все смешалось и вот это вот вечеринка вот этот в этом парфюме кстати еще один коричный аромат я забыла но почему потому что я вот его отнесу больше к абстрактному и вот это тинтейшн от палома пикассо здесь есть корица я ее забыла сказать в том клипе но почему потому что это неописуемый восторг это неописуемый аромат и хочется когда рассказываешь про него я делал много видео про него просто сказать свои эмоции то есть эмоции для меня описание аромата они само описание по пирамиде и я хочу продолжать таком же духе также у меня есть аромат который тоже я бы назвала абстрактный полома пикассо сама по себе то есть они настолько красивы что с одной стороны каждый человек описывает их по-разному у каждого свой предмет голове то есть он настолько абстрактный по таинственный аромат что не хочется раскрывать ноты когда начинаешь его копать по нотам теряется вся прелесть и вся тайна и уже не хочется быть такой пахнущий конкретно каким-то одним ингредиентом и уже не думаешь дубовый мох это или роза ты просто думаешь какой человек это носит и как подходит это под допустим женщина с темными волосами нанесла вот эту полома и или женщина блондинка все зависимости от обстоятельств если блондинка наделали такой аромат на куда-то в ресторан на свидание почему нет то есть вот такой абстрактный мужчина будет тянуться к ней и думать и что же там в ней за загадка почему от нее так вкусно пахнет и не говорит это о том допустим что ей нельзя носить такой что он темный аромат или наоборот брюнетка надела какой-то светлый аромат кстати вот мне тут пробник затесался такой светлячок точно точно аромат и следствие тачки но в данном случае аромат абстрактный новый perfect марк jacobs я его не могу описать по нотам поэтому он такой абстрактный но он более как современный абстрактный такой же еще есть современный но не такой современный от банана репаблик я вам делала обзор он такой как бы запах женщины я скажу запах современной женщины на сове сделан классно бутылочка тяжелая как камень прелестнейший аромат но я его не могу описать по нотам это абстрактность сама воплоти такой как бы весенний капель максимум что вы могу и сейчас придумать но кто-то может придумать что это первый снег как сейчас выпал обратите внимание на эту банана репаблик уходящую с полок зараз сейчас завоевывает завоевывает мир парфюмерии я заметила но об этом отдельная история мы движемся дальше из прошлого в настоящее и обратно например вот еще один абстрактный аромат от джорджи беверли хиллс red красный я не знаю кто его назвал красным для меня он какой-то темно-синий хотя он такой тягучий а настолько странный я не могу к нему приноровиться не сказать чтобы я его полюбила но я не скажу что я его возненавидела вот какой-то love-have-hate relationship между мною и ним между тем редом неплохо но сказать что он мой нет сказать что он абстрактный странный и очень интересный и я не могу его вычленить на ноты это да так же как и аромат от сальвадора дали но никогда не скажешь что прям конкретно там дубовый мог или какой-то аромат похожий ну скажем на какие-то темные странные желания что я могу сказать здесь настолько абстрактность что у каждого она своя даже вот в те года которые у меня был такой аромат он пах соразмерно тому времени а сейчас он пахнет соразмерно этому времени он пахнет одинаково и в то же время разное то что время тоже имеет смысл время и запахи вокруг вас тоже разные поэтому один и тот же аромат может казаться другим вот это вот такой странный сальвадор дали очень абстрактный есть еще дали микс он вообще классный это супер аромат всем советую для мужчин это тайная загадка для мужчин и еще самое главное тайная загадка это конечно же новый у меня есть он другом бутылки есть вот в таком я вот таком вот обожаю просто здание такой вот аромат это это что-то с чем-то это не передаваемый восторг кстати в миниатюрке он пахнет настолько загадочно сам он по себе загадочный классный с миниатюрки он еще как-то в большей концентрации просто кайф и вот еще у меня есть такие ароматы как жан-поль готе фраджайл двух видах вот так и так такая вот оперная дива она здесь в колпачке и снег золотой а здесь она на сцене ну то есть они обе на сцене и не такие классные поют я не могу вычленить на ноты этот аромат кроме как какой-то шампанское не шампанское какой-то театр не театр у каждого опять свое своя ассоциация и опять же своя какая-то абстракция у кого какая жизнь кто любит ходить по театрам и по балетам кто любит ходить по казино и ресторанам а кто любит и то и другое и можно без хлеба это я ну как бы я это я в мечтах типа сейчас здесь где я куда пойду еще один аромат очень абстрактный на мой взгляд я не как тоже никак не могу к нему приноровиться он был в прошлом у кого-то но не у меня но я купила чтобы он был у меня в настоящем вот такой вот абстрактный у меня рома от лора бы я тети летом я не смогла к нему подойти вот сейчас я попробую а сейчас он кайф просто прелесть кстати я подозреваю что там есть корица но я не буду проверять фрагрантика кто хочет можете проверить да он просто кайф это вот как будто бы в какой-то классный мужской одеколон добавили корицы ну так вот у меня конечно самый главный момент выключилась камера и снимаю дальше вот этот аромат рома от лора бы я тети он настолько заиграл а летом он вообще мне никак не зашел вот что значит время кстати я проверила в интернете пока если там корица корицы там нет зато есть мира который я только что наш находила вот в этом парфюме вот наверное мира она и отвечает за вот эту вот абстрактность то есть не пойми что то что это такое что-то от соломенной шляпки кстати там есть у рома вот это в красной бутылочке я никогда об этом не стало к нам конечно на не долетала потом есть в прозрачной бутылочки и золотой колпачок потом розовая жидкость и серебряный колпачок то есть вот это пассиона красная эссенса ди рома золотым рома мор и серебряным колпачком сколько я всего упускаю а вы говорите что у меня много парфюмов это я еле-еле успеваю запрыгнуть на поезд и еще один очень абстрактный аромат многих он есть это сальвадор дали рубили фиолетовые губы ну это же про меня расскажите сколько у вас помад фиолетовых иск я скажу кто вы скажи сколько у тебя помад я кстати не готовилась ну вот так вот на скидку 1 2 3 нашла в фиолетовых помадах и что касается парфюма у меня очень любимый но до него опять же никогда не доходят руки кстати вопросов был вопрос какой армат вы разлюбили узнать у меня не хватает время их разлюбить потому что у меня их даже не хватает время носить кстати так хочется но мне уже сколько только не ароматов сейчас я уже не могу единственно что воздух прелестнейший аромат недооценное недооцененное волшебство от сальвадора дали как и многие сальвадор дали не знаю почему люди смотрят о дешево значит что-то не то не думайте так просто скажите что вам повезло хватите пока это дешево а потом его не будет так произошло с акселотиком которого нет молодец что я его купила где у меня надо искать его спрятала сама себя но тогда об этом в отдельном клипе ну вот одна вскидку то что я насобирала так называемых абстрактных ароматов у меня их скорее всего намного намного больше но какой отдать предпочтение я даже не знаю они настолько все хороши поэтому выбирайте свое выбирайте свою абстракцию выбирайте свою ассоциацию и идите с этим запахом смело по жизни что вам нравится будет передаваться через вас через вашу ауру через вашу харизму кстати еще один момент кто-то спросил у меня в комментах помог ли мне аромат была история про парней или ваша харизма так вот я скажу что скорее всего вам поможет ваша харизма хотя аромат тому в помощь но в этом я сделаю наверное одно отдельное видео ароматы и харизма так что ждите меня в следующем клипе всем всего самого доброго с вами была silva butterfly серебряная бабочка пока 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 еще хотела сказать мне понравился коммент от марженко венита оля в рождественское настроение пересмотрела очередной раз для меня многие твои штевральные видео становится в ряд с иронией судьбы смотрю по праздникам и в рождество и на новый год уже три года подряд спасибо морженко спасибо еще написала опять же тот клип был про туфли и там часть 1 часть 2 и вот она написала мне оля ты запредельная спасибо ты тоже тут еще есть многие комменты которые почему-то мне не вошли в вопросы но это в основном комплименты значит вспомнила поднимающие настроение новогодние вспомнила свои корицы в теореме так у меня что же есть теорема и еще захотелось с лолитой такая лолита у меня есть почему я все не могла поставить в один клип ну поставила то что поставлю потому что вот даже на тот клип ушло весь ушел весь день да а если бы я еще добавила еще 5 10 парфюмов то вот теперь уже в другой день пришел примерно так